Далее в шпиле вилле еще интимнейшее. Интим по дружбе, взаимовыгодный союз, или крак соцсунков. Мы жили очень, ну, типа были хорошими друзьями, а потом позанимались сексом. Вот захотели пожениться, но в нашей стране не запрещены такие браки. Кажут, дружба между мужем и женщиной можлива, но всегда нужно иметь при собе презерватив. Тож зизнайтесь, чи мали вы секс по дружбе? Секс с подружкой или секс по дружбе? Был секс по дружбе с моей подругой. Нет, у меня не было секса по дружбе. Ну, дружили, дружили, и вот в какой-то прекрасный вечер решили заняться сексом просто выпили чуть-чуть венца, и это было вообще мне было, нам было помало лет, и мы решили, да, друг друга поласкать и довести до оргазма. У меня никогда не было секса с другом. Ну, хотя с тем, с кем у меня есть сейчас секс, он и я моим другом. Наверное, у меня нет друзей среди женщин. Это ж не те друзья, с которыми я могу с утреца пойти на турнички, вот как с Игорёхой позаниматься. Что за бред дружить с девочками? Что с ними дружить-то? Дружеский секс? Не читаю об этом, но нет, не было, к сожалению. Я помню только секс с подружбой. Я дружу со всеми девчонками, с которыми я занимаюсь сексом. Они мои лучшие подружки. Скорее был секс с бывшим, да? Когда, я считаю, это правильно самому. Искать какие-то новые приключения. Лучше, когда хорошее отношение с бывшими парнями, с бывшими мужьями. Мне кажется, лучше пойти поправить здоровье, вместе с ними, чем искать себе новую. Бывшее есть бывшее. Секс с бывшими, он может быть один раз прощальный. Когда там проходит месяц, где-то встретились, была страсть. Страсть зажгли, все, и хватит. И крест на этом. Сколько новых людей, и вообще, сколько новых эмоций. Зачем к старому возвращаться? Я так все знаю уже. Яйца, чекурка? Або что из этого вытекает? Секс с дружбой? Чи дружба с сексом? Ну, как вам сказать, если я с мужчиной уже дружу и вошла с ним в дружбу, значит, я его априори не воспринимаю как мужика. Потому что правильно говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной в принципе не бывает. Бывают отношения до секса и после. У меня есть мужчины-друзья, но которые, естественно, периодически с завидной регулярностью пытаются, пытаются при возможном случае, как-то там ко мне пристать. Это нормально. Это природа. А как это секс с дружбой? Вот у девушки как раз и такое есть. Так, типа, ну что, давай я тебе помогу. Вижу, что ты какой-то уставший. Сексы нужно начинать по дружбе. Потому что, получается так, парень встречается с девушкой, такое, приглашает ее в кино, а потом там еще куда-то, еще куда-то, еще куда-то. Потом они там что-то ходят долго за ручку по набережной на оболоне. Потом у них случается первый секс и им не нравится по каким-то причинам. И в итоге получается, что две недели и там две тысячи гривен там, например, было потрачено вообще зазря. Я вообще по своей натуре пацанка. То есть я люблю дружить с девушками. Это все круто, я обожаю. Там пацанские все эти разговоры, приколы, пиво, семечки, кальмары. Все равно, рано или поздно, это закончилось. Лили, я тебя люблю. И я понимала, что, наверное, все-таки с этой дружбой нужно закончить. Девчата или парень? Я была инициатором, потому что, не знаю, мне так захотелось. У меня была секса женщина, и я говорю, слушай, она еще была такая стеснительная. Я говорю, слушай, ну давай это. Она, ну давай. Мы начали. Такая провокатор. В случае секса по дружбе, конечно же, инициатива была, я так считаю, мне такая самая. Ты в итоге вкатил в банк, потом посел, подумал, думаешь, ага, цель достигнута, а что дальше? Мы же типа дружим, а у нее там какие-то отношения. А потом они взяли и поженились. Я знаю истории со стороны, когда кому-то понравилось, и этот захотел человек, которому понравилось чего-то большего, а второму это не надо, в итоге дружбы-то нет. Я не верю в дружбу до секса, а в дружбу после секса я верю. Я видала фильм «Секс по дружбе», я думаю, что это в принципе нормально, но точно кто-то, один из них, будет мать почуток, и это будет приводить до всяких разных задекстов и так далее. Я думаю, что секс по дружбе приводит к разрыву дружбы, вот и все. Я считаю, что дружбы после секса не существует. В моем случае, как дружили, так и дружим. Они еще там замужем, детям некоторым. Но мы знаем, что если что, если очень надо, то… До сих пор это вспоминаем, смеемся. У моей подруги уже ребенок есть. Ее муж знает, что мы этим занимались. И единственная его реплика была, что как жалко, что я тебя так поздно встретил. Я бы на это посмотрела. Ну, мне кажется, смотря кто как себя повел в эту ночь, когда дружили-дружили, а потом решили чмокнуться. Если человек показал какие-то свои скрытые таланты или, может быть, провел какие-то скрытые желания, то потом, возможно, и не захочется общаться с этим человеком. Но вообще мне сложно представить, что мы, например, дружили-дружили с Дашей, и у нас что-то будет, и вообще... Когда-то мне для документов нужно было эффективно выйти замуж. И я вышла замуж за своего лучшего друга. Я с ним дружу по сегодняшний день уже 14 лет. Мы никогда с ним даже не целовались. В какой-то момент я понимаю, что, наверное, я ему очень сильно нравилась как женщина. Но сейчас уже настолько это перешло в какие-то родственные отношения, что это, наверное, будет мой единственный друг, который не пристает ко мне, и все у нас хорошо. Но опять же таки, это я говорю сегодня. Что будет завтра, и что будет у него в жизни, я не знаю. У меня есть знакомые, они дружили очень... Ну, типа были хорошими друзьями, а потом занимались сексом. И вот захотели пожениться, но в нашей стране не запрещены такие браки. Такая уверенность, возможно, только в шпиле, Вилли. Не стоит соромиться, потому что мы удивляемся вас и дальше. Госты, интимные и очень уверенные комментарии и личные истории. Сегодня будет еще лучше. Решту серий. Девіться на TED.TV